В среду Украина узнает, как близко она подошла к членству в Европейском Союзе. В Брюсселе будет опубликован доклад о том, насколько эта страна-кандидат привела себя в соответствие с союзными требованиями в семи ключевых областях. На днях во время неожиданного визита в Киев председатель Еврокомиссии Урсуло фон дер Ляйен заявил, что Украина выполнила 90% условий для официального начала переговоров в своем вступлении. Одной из наиболее сложных задач оказалась для Киева так называемая деолигархизация, в ходе которой он должен принять решительные меры по устранению влияния на политическую систему богатых и могущественных лиц. Их изучает ирландский политолог. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас я думаю, что здесь есть много разрушений, что нужно сделать, но я думаю, что это началось, и Украина сделала настоящий прогресс. Я был очень удивлен, например, много месяцев назад, когда глава правительского правительства в Украине был арестован и находился миллионами евро. Для меня это показатель того, что реальная серьезность этого украинского государства в преследовании людей. Еще одним препятствием, которое Украине необходимо преодолеть, является вопрос языковых прав венгерских меньшинств. Его поднимает премьер-министр Венгрии. Советники президента Украины говорят, что права этих меньшинств надежно обеспечены, зато повод для беспокойства якобы создают русскоязычное. На саммите Евросоюза в декабре все 27 нынешних стран-членов ЕС должны единогласно принять решение о том, сможет ли Украина перейти на следующий уровень сближения с ними. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!